Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня 8 октября 2014 года, среда. С вами Игорь Суздальцев, ведущий программы Торговый план на видеопортале трейдеров Utrade TV. Начнем, как обычно, с новостей. И главная новость звучит так. Utrade TV переехала в новый офис. Мы сейчас обустраиваемся. Легкий бардак позади камеры. Я вам показывать не буду, потому что за пару дней мы расставим все свои железки, все столы в нужном порядке. Я очень рад, что мы уже выходим в эфир. Все, самое главное, телефон и интернет подключены. Скоро все будет на сайте, вся информация. И то есть мы делаем следующий шаг. А завтра я вам представлю еще одного редактора программы. Его зовут Владимир Попов. Он был преподавателем высшей школы экономики. Очень интересный человек с хорошим экономическим багажом. Хорошие знания о трейдинге. Я думаю, что вам он будет не менее интересен, чем другие спикеры на Utrade TV. Ну что ж, а теперь перейдем к другим новостям, которые нам уже принес рынок. И начну я вот с какой новости. Вывожу ее на экран. Сейчас она появится. Это новость аналитика от Андрея Нечаева. Хорошо вам известный экономист. Он был министр экономики в 90-е годы. Так вот, сейчас почему-то еще я не вижу, появился он или нет. Ага, вот сейчас появился. Вижу. И Андрей Алексеевич свел воедино показатель добычи нефти в тысячах баррелей России, Саудовской Аравии и Соединенных Штатов Америки. Обратите внимание, скажем, в 2009 году Россия и Саудовская Аравия добывала там по 9,5 миллионов баррелей нефти, а США 4 миллиона баррелей нефти, при том, что само США потребляет около 10, наверное, уже больше 10 даже миллионов баррелей нефти в день. Я повторяю, в день. Это дневная добыча. Суть какая? Суть заключается в том, вообще центральная идея, что Россия и Саудовская Аравия несколько нарастили. Добыча около 10 миллионов баррелей в день добывается, а США резко увеличили. То есть Россия и Саудовская Аравия умеренно, а США резко, с 4 до 8,4 миллиона баррелей нефти. Мы видим на этом графике. Ну, кстати говоря, два слова баррелей, соотношение баррелей тонна, многие у нас до сих пор считают в тоннах, хотя экспортные контракты все в баррелях. Баррель – это американская единица измерения нефтяного объема. Это баррель, подразумевается, 200-литровая бочка, в которую влезает 159 литров или 136 килограмм сырой нефти. Вот что такое баррель. Поэтому, если кому интересно, то запомните, баррель 136 килограмм, и там тоннаж уже можно посчитать. Так вот, о чем это говорит? Это говорит о двух вещах. Первое. США стараются обеспечить внутренние потребности за счет внутренних ресурсов. Это значит, что с рынка уходит глобальный, главный покупатель нефти. И поэтому удерживать цену нефти на том уровне, на котором он находится последние годы, будет все труднее. Давайте посмотрим, о каком уровне может идти сейчас речь на IceBrand. Ну вот, в моменте IceBrand 90 долларов 99 центов за баррель. Падение по сравнению со сутками назад около 2%. Это существенное падение. Но понятно, что, так сказать, Юрлс при этом ушел ниже 90, поскольку он всегда отстает на 2-3 доллара от цены Ice. Ну и если IceBrand уйдет на... Я почему-то называю IceBrand, сразу, если кто не в курсе, то это цена сорта марки нефть, бренд, нефтяной марки бренд на бирже Ice, которая работает физически в Лондоне. Ну вот, есть немножко отличия на ImexBrand. Ну, у нас Ice, как на мой взгляд, наиболее сейчас популярная и потребимая мы применяем. Вот такой, понятно, что основная паника начнется, когда цена на бренд уйдет ниже 90, физически даже будет 89, уже отношение, так сказать, состояние экспортеров будет несколько иным. Поэтому это тревожная новость, и то, что США так стремительно наращивают, и то, что цена достаточно стремительно, согласитесь, на 2% в день идет стяжение, это существенно. Давайте перейдем к новостям, которые пришли к нам от компании Thomson Reiter. Они называются сегодня МВФ расстроил инвесторов. Имеется в виду, что МВФ, Международный валютный фонд, сократил прогноз роста мировой экономики третий раз в этом году, предупредив о слабых показателях в ключевых странах Еврозоны, Японии и крупных развивающихся государствах, таких как Бразилия. Ну да, новость, конечно, не веселая сама по себе. Давайте посмотрим на краткий итог, который предлагает Thomson Reiter. Они сообщают нам, что цены на нефть продолжают снижение, но только что мы с вами подробно разобрали, а фондовые рынки США, Европы и Японии продемонстрировали снижение после неутешительных прогнозов МВФ. Геополитические риски никуда не уходят. Все это говорит о формировании негативного внешнего фона перед открытием торгов России в среду. Но в то же время, мое мнение, страшилок особых нет, я бы назвал так, ну скажем так, нейтральным. В моем понимании фонд нейтральный, если Банк России захочет толкнуть рубль в этой ситуации вверх или поддержать биржу российскую, то все вполне допустимо. И каких-то глобальных препятствий я не вижу. Давайте посмотрим на цифры перед открытием. ММВБ и РТС вчера существенно снизились, более 1%. Это, конечно, существенно. MySix Lastbit был 1.403, и последняя котировка цены на продажу был 1.106 пунктов. Бренд мы с вами уже разбирали. Доллар-рубль. Вчера по Lastbitdo несколько укрепился, но это ведь уже утреннее. Давайте просто озвучим, на каком последней цене беда мы остановились. 39.94, вчера 50.45 по доллар-евро, а 39.94, конечно, был доллар-рубль. Я благодарю очаровательную Веронику Вдовину за ее ежедневный опрос, за ее ежедневный утренний обзор. И на этом мы переходим к следующей теме. Сейчас я выключу демонстрацию. И мы перейдем к следующей теме. Технический анализ, о котором нам расскажет сегодня Дмитрий Семенов, трейдер компании Caleta Finance. Дмитрий будет с нами через одну секунду. Дмитрий, доброе утро! Приветствую, Игорь. Приветствую всех. Меня слышно? Да, слышим, видим вас хорошо. Я вас тоже вижу и слышу. На самом деле, ничего интересного я вам сегодня не расскажу, потому что никаких идей, честно говоря, у меня нет. Ну, на самом деле, это я считаю нормальным явлением. На мой взгляд, гораздо хуже, когда идеи бывают каждый день, потому что чем больше каких-то телодвижений в рынке, тем больше риски, на мой взгляд. Но, тем не менее, пару графиков я вам покажу. Может быть, завтра у меня какие-то идеи новые появятся. Давайте графики посмотрим. Давайте. Ну, начнем с того, что было вчера. Показывал я вчера кросс-курс евро в салитке доллар. И вот показывал вот эту формацию, выделенную зелеными линиями, которая мне напоминала, по крайней мере, мне фигуру флаг. И я, соответственно, ожидал, что этот флаг может быть пробит вниз. И в этом случае цель, таким образом, то есть ширина флага. Примерно 90 пунктов. Ну, по факту, пробой все-таки произошел, она пошла вниз, но движение не достигло расчетной цели и было порядка 60 пунктов падения. Я на этом падении сыграл, то есть я продавал данный кросс. Ну, этот пример хорошо показывает, что у теханализ А, он работает, и Б, он не всегда, вернее, не всегда движение на реальном рынке совпадает с прогнозом. Это совершенно, вернее, с теорией. Это совершенно нормальная ситуация. И те, кто продавал вчера данный кросс, он, соответственно, вчера взял какую-то уже прибыль. Второй график, который я хотел бы показать, это доллар и иена. Показываю часовую графику. Давайте начнем не часового, а четырехчасового графика. На четырехчасовом графике, что мы с вами видим? Видим мы с вами расширяющийся формарс. Ну, сложно сказать, что будет дальше, пробой вниз или выход цены вверх. Ну, с точки зрения техники это не важно, потому что есть вот сигнал на покупку. Смотрите. Отражение цены от поддержки. И причем, смотрите, какая интересная картинка. Были две попытки. Ну, не то, что тесты этого уровня, даже немножечко провалить цену была попытка. И посмотрите, как закрывали свечки. Длинные тени снизу. То есть нижнее спружинивание произошло. Но это с точки зрения техники говорит о вероятности роста цены. Но в данной ситуации покупать, на мой взгляд, уже не интересно. Почему? Смотрите, какой стоп-лосс получается. Стоп-лосс получается, ну, там, около 80 пунктов. Не знаю, как вам, но для меня такой стоп, он не приемлем. Я из этих стоп-лоссов даже не пытаюсь совершать какие-то сделки. Ну, а для тех, кто еще не очень силен, скажем так, в теханализе, кто только учится, я покажу, где хорошая была точка для покупок. Смотрите. Я сейчас увеличу масштаб отображения, графика. Видите, вторая свечка, как она у нас закрылась. Не знаю, как она по-научному называется. Я всегда называю это нижним спружиниванием. Ну, не хоть важно, как это назвать. Главное уметь этим пользоваться. Так вот, вот здесь, после того, как свечка закрылась длинной тенью снизу, можно было уже покупать. В этом случае стоп-лосс получался совсем маленький. Порядка, там, 35 пунктов. Что для масштаба вроде одного часа, это очень хороший стоп, а то очень небольшой стоп. Ну, и в этом случае на текущий момент прибыль была бы уже порядка, там, тоже 30 пунктов. Но, на самом деле, нормальная прибыль. Если торгуете стандартным лотом, это уже 300 баксов с каждого стандартного контракта. Желаю всем удачных торгов. Не забывайте, что при торговле всегда необходимо ставить стоп-лоссы или, по крайней мере, предполагать, где вы будете фиксировать убыток, если сама пойдет не в вашу сторону. Но еще раз повторю, что все идеи, которые я озвучивал в данной передаче, они отражают лишь мое понимание рынка и ни в коем случае не являются руководством действий. Игр, но сегодня у меня все. Да, спасибо большое, Дмитрий. Так, сейчас, одну секундочку. Ну что ж, коллеги, мы можем подвести итог сегодняшнего дня. Буду настаивать на своей точке зрения, что фон перед открытием информационный все-таки нейтральный. Трудно даже сказать, в какую сторону пойдет движение. Да, согласен, что нефть, снижение цены на нефть может пересилить. Прямо сейчас посмотрю на Айси, на сайте Айса, что в моменте у нас. В моменте у нас 90 долларов 89 центов за баррель нефти. Снижение по сравнению со вчерашним днем составляет минус 2,09%. Снижение существенно, да, может, конечно, это, так сказать, несколько потянуть вниз и рубль, и фондовый рынок. Но для этого есть Банк России, чтобы в эти дни как-то каким-то образом пытаться стабилизировать ситуацию. Призываю их прямо с утра этим и заняться. Хотя, да, в принципе, частично можно согласиться, что определенный негатив нефтяные цены на рынок вносят. Ну что ж, коллеги, желаю вам сегодня успешных торгов. Встречаемся завтра в 9.30 здесь же, как обычно. До свидания.